всем большой привет ну что сейчас я хочу с вами повышивать ставлю таймер потому что все таки как бы там ни было казаться казалось бы зачем она это делает но поверьте полчаса пролетает быстро даже незаметно и в итоге я могу не уложиться в свое время напоминаю и придется мне делать дополнительный монтаж ну что сегодня мы с вами будем общаться чуть-чуть я буду вышивать поставила сегодня перед собой штатив но я не знаю как это выдержит моя больная спина смотрю все девчонки так снимают всегда это же вроде бы у них и спины не сказать что здоровый да ну мы все можем страдать ближе к такому возрасту уже плюс мы вышиваем да это ставит так но не знаю попробую может быть какие-то секреты есть у вас девчонки напишите как вы ставите камеру или же видео снимите кто-нибудь но мне это вообще всегда неудобно потому что передо мной и моим станочком стоит штатив из-за которого ходят вокруг него две мои руки как бы обнимают его да и я вообще ничего не вижу я не вижу ни программу вообще конечно а я люблю все делать в удовольствие поэтому попробую если мне так не понравится ну что ж теперь простите буду снимать как удобно мне потому что иначе вообще тогда не хочу снимать ладно и так читать буду комментарии все потому что я думаю девчонкам приятно тоже иногда и послушать свои комментарии первый комментарий я буду с новых которые только что были опубликованы оксана демидова привет оксана оксана спрашивает как был ли у меня опыт закрепки одиночных французских узелков если да как то это делала но насколько я понимаю тебе нужно где-то на открытом пространстве да где не будет больше ничего выше то вышить французские узелки и они на расстоянии друг от друга да на каком-то и если делать протяжки будет возможно некрасиво возможно будет просвечивать да вот но у меня если и был такой опыт то я не делала эти французские узелки одиночными я делала протяжки я даже сейчас вот быстренько если вспомнить и не припомню что это у меня были за работы честно сказать так вот сразу и не вспомнишь ну какие то были потому что что-то в голове у меня есть про это но можно наверное как-то закрепить вот допустим сделал это французский узелок до французский узелок если он у тебя вышивается просто вот как попало да если это аида то можно сделать середине клеточки до обычная узелки французский делаю на уголочке клеточки ну а здесь потому что там крестики как правило выше туда и внутри крестика трудно вот это все пробивать его делать узелок а если это не зашитая канва то я бы посоветовала сделать французский узелок середине клеточки и потом сделать закрепку например так я так делала закрепку на ты гувернер потому что там вышивалась в одну нить и тоже тонкий лен был и я не переворачивала раму очень как я делала я на лице вышивала и как и потом когда я допустим вышивала последний полукрестик я ниточку не до конца с изнанки вытягивала на лицо то есть у меня там на изнанке образовалась как бы вот этот недотянутая нить виде петельки я ее одной рукой придерживала вот по моему правой до правой рукой придерживала а потом я дошивала верхней полукрест снова выводила иголку наизнанку и как бы попадая вот в ту петельку от этой нитки и я затягивала но были такие места где нужно было мне покрепче сделать и я тогда как бы делала в воздухе там еще одну петельку как будто бы для того чтобы завязался узелочек я не знаю как это показать вот ну вот например вот так вот смотрите вот я вот здесь покажу да вот как будто это изнанка да вот я вывожу ниточку да вот эту иголочку и я вот как бы вот так вот вокруг иголочки виде видеть и вот обвела и потом я вытягиваю эту иголку вот так да и у меня вот как будто бы получился узелок не знаю какую здесь увеличить не увеличить то есть вот такой узелок я его и его очень трудно развязать я кстати сейчас рискую здесь запогонить себе но ничего сейчас аккуратненько развяжу вот таким образом я делала и эти узелочки они получались у меня такие маленькие но зато я таким образом закрепляла и потом я отрезала ниточку оставляя какой-то хвостик миллиметров 5 для того чтобы но не вылезло ничего вот такой вариант возможен вот точно также на равномерке не середине клеточки она в любом месте да как бы сделать ну а так я вот еще даже даже не представляю как это можно сделать так что оксан попробуй так так же мне про собачек тут советуют спасибо надо будет обратить внимание так я сразу одобряю комментарии которые я зачитываю one love мне очень нравится ваше видео смотрю вас 2012 года обожаю я тоже за показывать немного быта семье всей здоровья и она же пишет джессика очень хорошенько у вас собачка вы для нее мамочка она вас настолько ревнует что порвать за вас готова вы и уделяли много времени лера выросла какое-то время вы были с ней и тут вы уходите уделяете внимание кому-то видим вам нужно ей показать что вы хозяйка все с ним общаетесь люди которые тоже любите придется быть строже спасибо но тут конечно немножечко не так наверное производилось впечатление что я все время дома сижу с собачкой нет я и работала собаку дома оставляла и леру когда у нас джессика появилась лере было по моему 11 лет то есть она еще сама была такой маленькой девочкой и так сейчас вышиваю да и она леру причем мы джессику взяли трехмесячном возрасте и она как-то сразу не полюбила леру потому что видимо это какая-то да у нее ревность потому что я к лере всегда хорошо относилась но лера она еще из таких детей она ее всегда дразнила она всегда корчила рожицы вот почему вот она мою маму мою маму любит так же как и меня она с ней всегда очень по-доброму разговаривает она никогда ее не дразнит и никогда над ней там ну как бы не подшучивает а вот мой муж и моя дочка они всегда и с ней как бы вот раздражали ее все таки ей наверное это не понравилось вот как бы так ну кто ее знает может быть и так и так вот ну мне кажется это еще от породы все таки зависит больше и я так думаю что время уже все равно упущено воспитывать взрослую собаку я думаю это бесполезно так ну я конечно обязательно поэтому я забываю девчонки вот смотреть какие-то каналы честно скажу вам нет времени я вот я вот прибегаю домой не хочется вышивать и естественно под сопровождение видосиков вышивальных это для меня прям балдеж да ну не знаю в общем спасибо вам большое может быть найду времечко и посмотрю спасибо за добрые слова вам love так следующий вот века верить ура ура новое видео пошла вышивать и слушать но не зря же все-таки снимаю видео ради таких приятных слов так наталья серикова алина настолько уважаю люблю вашу семью и вас то для меня что вы чтобы вы не снимали все интересные про вышивку и про домашние блоги и с вами хоть в лес хоть по дрова вас сюда приятно тут дальше не написано у меня спасибо наталья а вот интересно юнона тимофеева пишет три схемы вам в любом случае за отшив схемы химера дадут несмотря на вышивали вы в совместном отшиве или самостоятельно ух ты ишь здорово здорово спасибо юнон я тоже вроде слышала что да ну как бы потом вот узнала что услышала что нужно высоко участвовать поэтому я как бы задумалась ну здорово здорово потому что я такой еще совместный отшивальщик это я не знаю называется горе луковая девчонки вот вот что я за человек такой я была в совместном процессе по своим всем процессам химера но ну может быть тут еще занятость моя конечно играет большую роль чуть освободишься хочется вышивать все как времени меньше опять садишься так сказать в лужу да и я только с юлечкой списалась горею ли так вот и так но я правда за тот месяц ничего не смогла выжить и мне надо было отчитываться поэтому ну что делать конечно же отправлять их в отпуск да но это же так не пойдет туда-сюда мотылять сегодня завтра в отпуск послезавтра из отпуска да ну вот как быть я не знаю может быть просто вышивать все что хочется душе а один процесс оставить в сп но в общем то как то надо думать но я к чему это веду мне реально девчонки снова захотелось достать я их убрала мои процессы и мне снова захотелось так и где вообще вышиваю вот вот что значит у меня все перед лицом закрыта представляете я вообще не понимаю где я вышиваю это кучей что я на другой планете кошмар так в общем ладно я заблудилась я за вот так я заблудилась а конкретно все нашлась это наверно уже вот вестибулярный аппарат что-то возрастные отклонения старость не ради господи так вот я их убрала все сложилось снимок сняла с пяльцев с юлечка моих в отпуск отправили и что вы я говорю мне опять хочется их вышивать но я вот собираюсь их достать конечно я постараюсь сделать акцент может на одной какой-то работе посмотрю потому что мне только стоит что-то запланировать мне все идет ровно наоборот что я опять так вот к чему я это вообще весь разговор завела я думаю я буду вышивать сейчас свою то из более эффективно бы с быстро я все убрала и мне потом может быть до конца года вышью хотя вряд ли ну знаете помечтать то не не это не вредно я такая думаю ну вот если я бы участвовала в сп мне бы подарили бы еще сколько-то три схемы или сколько так вот три или четыре уже забыла наверное в с в с о 4 схемы а без из о наверное меньше так ну что продолжаем теперь снова мне просто позвонила дочка и я забыла о чем говорила а по-моему я говорила про химера да так что здорово мне этот комментарий очень порадовал то что не обязательно участвовать в с о так секунд эти крестики я вышила буду что же такое то ну вроде бы вроде бы вроде бы все нормально ладно меня это радует потому что я мне кажется поклонник могу себя назвать этого дизайнера я конечно нет я пробовала еще дизайнера другого да вы только башкирова вышиваю я не против но мне все таки больше по душе химера потому что там немного блендов меня это прям очень очень радует и классный результат готовый я вот смотрю не только за своими продвижениями а также за отшивами девчонок других юли не минская вышивает и дано и многие многие другие джульетта юлечка очень мне прям очень нравится и аня ананечка вышивает девчонки простите если кого не назвала танечка шумилина также вышивает поэтому могу просто всех не перечислить и вот я наблюдаю с удовольствием за всеми продвижениями у всех очень классно и вообще ну я недавно отмечала на тэг химерный да но мне кажется все свои эмоции это так и не смогла передать насколько я люблю химеру я реально отдыхаю на химере не потому что там она я не очень люблю простые про да я много раз говорила не люблю где легко вышивается и не люблю где где слишком там так у меня видите шатается станок сейчас пришлось сделать закрепку поставила на паузу потому что у вас заштормит станок у меня такой напольный вот от нурге голова а сам станок такой с палочкой чтобы не видео было с ним и для вас снимать поставила ну ладно что-то я сегодня какая-то совсем в раздрае не собранная давно не болтала с вами так сейчас будем брать другой цвет и в общем я себя до считаю поклонницы химеры и все-таки здорово получить три схемы будет здорово ну конечно вышиваются эти работы не так уж прям быстро и скоро поэтому проект должно пройти немало времени но ничего время летит год за годом так оксана геева вот кстати ответила на мой вопрос я спрашивала напишите по поводу чихуаху спокойнее они или как она пишет что чихуаху спокойнее но то желают хотя собаки как и люди все разные и неизвестно какая достанется по характеру ясно спасибо оксан а то вот я думал почему-то что чихуашечки такие милашечки хотя у меня у соседки в другом доме жили тоже была чихуашечка но я не знаю чисто кровно она или нет вот не знаю ну какая то мне кажется смешанная а может нет нанесусь вот она тоже звоночек была конкретненький на в подъезд до выходила всегда сразу лаяла вот поэтому где я вышиваю а вот здесь по-моему нам все правильно так елена ковалева алина снимаете как считаете нужным сегодня так завтра захотите как вдохновение подскажет смотреть буду все удачи вам легких крестиков шустрые иголочки здоровья близ спасибо лена все время не такие комментарии поддерживающие оставляете можно может быть на ты можно обращаться не знаю как ты я так воспитанна вроде бы понимаю что мы все вышивальщицы ну как-то вот я привыкла субординацию соблюдать с людьми дальше клеули пожалуйста если надумаете расхомячиваться то снимите видео по моему такие видео это отдельное удовольствие ухты надо же а я почему-то думала что такие видео это как красная тряпка для быка для многих потому что как правило столько нет но много конечно для адекватных людей до понятное дело но очень много таких которые приходят и начинает язвить ага то вот она покупала то она теперь уже все хочет избавиться на тебе боже что нам негоже и все в таком роде вот но что поделаешь если если меняются вкусы до меняется предпочтение принципе то здесь ничего плохого нет это новые вещи абсолютно новые и если уже пропал хоть какой-то там запал или там появилось что-то новое вдохновение да то как показывает практика уже вот каким-то набором ну просто до них никогда не найдут руки потому что они отодвигаются да они все нравятся вот даже девчонки вот сейчас я дома думаю так что мне мешает снять видео посмотреть наборы выбрать из них какие мне оставить какие мне не оставить вот сижу вышиваю да а в голове перебираю их все мысленно да и понимаю а вдруг вот я сейчас вот продам а потом меня что-то опять осенит и все и будет уже потом не будет этого набора но с другой стороны я вот сколько у меня было расхомячик да в принципе я ну практически у меня не было такого чтобы я как бы пожалела да во вторых можем сюда купить снова из тушь прям очень очень снова что-то захочется да но не знаю я подумаю сейчас я тоже я бы конечно хотел у меня знаете у меня тоже скоро день рождения хочется себя порадовать но из семейного бюджета нет возможности тратить лишние деньги да поэтому ну хочется как-то себя порадовать у меня есть мечты все равно работе я говорила что у меня мечты пропали вышивальные но нет все-таки у меня они снова стали появляться возможно с переходом на новый вид вышивальных объектов да думаю в нетрудно догадаться наверное многим чтобы я хотела но я себя все-таки как-то останавливаю и еще раз говорю зачем напарываться второй раз на одни и те же грабли да ведь в этом то есть прелесть вот что-то захотелось вышивать новенькое вот ты пошел это новенькое купил и сразу же начал его продуктивно повторю слово продуктивно вышивать не то что там два крестика начала и убрал в кучу где все твои начатышь нет а именно начал уже из рук не выпускаешь вот в этом класс и так вот вышел потом выбрал на тот момент чтобы было не за так сказать не заезжу надо или как не надоело тебе твоей душе купил и снова начал вот в этом мне кажется есть такая изюминка я думаю многие со мной вышивальщицы согласятся и я почти уверена что мы все вышивальщицы проху должны пройти и этот этап сначала мы все захомячиваемся потом нам хочется немножко расхомячиться поменять состав своих залежей но опять потом проходит время вкус опять может поменяться и получается что опять наступаешь на свои грабли поэтому тут такой вопрос торопиться не надо я поэтому не тороплюсь да я хочу я думаю ну может быть хотя бы что-то вот надо вот пересмотреть может быть несколько наборчиков пока выбрать снять видео продать их и купить хотя бы одну какую-то свою мечту на день рождения в подарок себе я вот так как-то думаю ой ну не знаю надо 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 может быть сегодня как-то себя заставлю ну да хорошо я сниму на эту тему видео покажу вот так сейчас вот я вот этот крестик намечу чтобы мне не потеряться шатается рама когда-то вы когда я вышиваю я прижимаю груди она мне не шатается а так шатается слушайте на проверки 40 и не пойму почему-то где они все тогда у меня непонятно людмила ануфриева под все ваши последние получасовые видео перегладила кучу белья спасибо ухты людмила ну вот я кстати я тоже делаю все свои домашние дела под видео девчонок я специально создала плейлист для этих видео для того чтобы вы могли включить и я могу я там уже болтаю на могу сутки да там быть в этом плейлисте без остановки что-то болтать так что вот людмила видите как иногда помогает так 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 но я все-таки ничего не понимаю где же 40 комментариев когда здесь а вот они просто не загрузились все вот екатерина вышивка крестиком тоже с удовольствием слушаю вас как же приятно мне интересно все пишут ну спасибо у меня кстати это вышивальная неделя не совсем была такая в логовое потому что меня среди недели было два дня дома я как просто вдарилась с головой вышивку на это конечно и вот за два дня и отдохнула и на вышивалась все домашние дела переделала вот плюс мы все с малышкой ходили по ну сейчас же в месяц нужно проходить там врачей некоторых но нам уже почти два но из-за этого вируса у нас немножко все сдвинулось и поэтому они правда сами ходили в основном я только на узи ходила потому что у нас немножко у них не получилось они отдали документы на прописку или документы должна была лера забирать лично потому что она прописывалась вместе с малышкой в их новую квартиру вот и и на узи дали талончик в одно время но чуть-чуть с разницей и она не горит манты и езжай на узи мы играть постараемся успеть если горит вдруг что и вот я такая на узи так переживала что все нормально было ну слава богу все хорошо и показала так где этот вашего поэтому я все к чему к тому что у меня такие были моменты не получалось ничего особо снимать вот так дальше вот тоже галина убухова добрый день алина села 108 смотрю ваши видео о чем бы ни были хоть стихи читайте спасибо галина вот харьки рукодельники маленькие породы очень ревнивые как правило даже чихи могут приревновать если с ними не заниматься то это реально злобный и бешеные по отношению к окружающим на по соседям у них york такой же хозяйку ревнует и детей не любит она остальных просто с бешеными глазами кидать но у нас знаете она по крайней мере на улице на людей не кидается если ее к ней никто свои руки не потянет из из людей до там прохожих обычно ой какая маленькая собачка и тут всегда мы вот когда идем с ней по улице вот в основном все кто идет навстречу все готовой смотри какая маленькая собачка она у нас действительно такая маленькая на видео может она кажется больше потому что видео всегда увеличивает поэтому я еще эту платочки одену и сегодня какая маленькая там где а детишки особенно мама смотри какая маленькая семака и вот она спокойно вот на чужой территории ей все равно она ни на кого не кидается у нас но она правда сразу на ручке ко мне лезет если вдруг кто-то подходит она боится и сразу на ручке просится вот а так вот чтобы если к ее лицу будут тянуть рука она за ручей да она такая и не тронь и причем люди всегда тянут руки я им всегда говорю вы знаете она может укусить и они такие да ну все равно продолжают тянуть руки а потом она на них кидается я грудить я же вам говорила лучше этого не делать наверное людям не верится что такая милая собачка может быть такой из лючкой так 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 анастасия куцко вот спасибо большое за такой формат видео с удовольствием слушаю вышивая читаю все комментарии девчонки подряд и и иногда подсматриваю на экран у нас тоже была такая же проблема с лаем собаки у нас чихуахуа понятно голос звонкий громкий соседи очень часто высказывали свое недовольство отдавать мы также никому не хотим это же как член семьи со своим недостатком поэтому решив на семейном совете дабы не портить ничего себе решили сделать собачке операцию по подрезанию голосовых связок обалдеть а что так можно ничего себе это я первый раз такое слышу что она вообще лаять не сможет или она будет вот так нифига себе надо же напишите если что это как она совсем перестанет лаять или что это будет не ну конечно жалко наверное да с другой стороны я бы тоже нет такой операции потому что она реально мы все глохнем просто от ее лая мы все глохнем мы я говорю когда мы пришли с лерой с амалией ко мне домой она начала лаять маленькая вообще у нее у нее такое было лицо малышки а наш так очень думать боже мой что вы это куда я попала даже ребенок маленький был в шоке мне кажется так наталья маликова на химеру я заглядываюсь давно около десяти схем присмотрела на первое время и на одну настраиваюсь ближайшие полгода мне много начатого при всем это мои процессы за исключением одного мне нравится я бы хотела их закончить так я все же люблю вышивать один процесс в неделю или даже больше потом откладываю и беру другой поэтому решила для себя устроить но некий квест дошью один дизайн в котором работа на несколько вечеров куплю схему дальше буду потихоньку так покупать нитки и канву и возможно зимой начну не с х с не нравится они неприятно на ощупь и лезут в руках больше всего я люблю швать пнк кирова который также многие ругают на химеру я планирую вышивать дмс понятно ой я как-то пошла когда от химеру выбирать тоже вот вы знаете вот вроде бы сразу идешь когда вот так мельком то в принципе можно пройти мимо многих процессов и даже на них внимание не не обратить внимание да но если начинаешь вникать разглядывать каждую схему то постепенно это все дело начинает затягивать и уже каждая схема может начать нравиться поэтому для меня знаете вот каждый день думаю надо пойти на ну в группу в которых на рукоделки и полистать там посмотреть какие себе схемки может что-то выбрать но потом я думаю так нет 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 даже не ходи вот час вот опять что-нибудь увидишь вот у тебя какая красота какая прелесть бери вышивай это надоест ничего вот я кстати вот сейчас вышиваю вышивай вроде мне все нравится нравится но я чувствую что мне начинает надоедать надоедать хочется достать свои как я уже сказала отложенные все-таки и может как-то вот все таки их все чередовать как может быть даже будет лучше но в общем ладненько на этом я не знаю заканчивать наверно буду свое видео него все равно придется смонтировать потому что было прервано звонком но ничего а я сейчас сразу же начну снимать продолжение потому что я не на все комментарии еще ответила так что увидимся с вами через несколько денечков да мое видео следующее очередное я вам желаю всем здоровья шустрые галочки приятного летнего отдыха и до новых встреч пока 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 пока